Легендарный сериал «Сверхъестественное» завершил свой долгий путь на 15 сезоне в ноябре 2020 года. Сериал продержался так долго благодаря целой куче весомых плюсов. Одним из таких плюсов это, конечно же, шикарные актеры у руля, которые за 15 лет стали нам родными. После прощания с сериалом все актеры отправились в сольное плавание, и карьера строится у каждого по-разному. Собственно, давайте разбираться, кто куда пристроился, кто чем занимается и какие вообще у актеров планы на будущее. Вашему вниманию предоставляется полноценный экскурс в жизни актеров сериала «Сверхъестественное» после закрытия проекта. Лайки и подписка на канал максимально помогут развитию данного контента. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Начать хочу с Дженсона Экклза, актера, который прекрасно воплотил Дина Винчестера в сериале. Актер еще не появлялся на экранах в новом амплуа, но из всего каста именно он круто создает инфоповоды в сети, что очень подогревает интерес к его персоне и дальнейшей карьере. Страшно подумать, но старина Экклз не снимался в сторонних проектах уже больше 10 лет. Загруженный график сверхъестественным чисто физически не позволил бы актеру сниматься хоть где-нибудь еще. Но, как ни странно, жизнь после сериала сразу же началась с белой полосы. В январе 2021 года Дженсон одержал победу в номинации «Лучший актер сериала в жанре ужасы». Разумеется, вполне заслуженно, ведь даже в самых проходных и скудных в сценарном плане эпизодах Дженсон выкладывался на все 100. После анонса того, что 15 сезон «Сверха» все-таки станет финальным, Экклз никогда не говорил, что завяжется актерской деятельностью. Во время съемок финального сезона актер в шутливой форме сказал Эрику Крипке, создателю супернатуралов, о том, что скоро останется без работы и эту проблему нужно как-то решить. Спустя несколько дней Крипке перезвонил Экклзу и предложил ему роль в третьем сезоне сериала «Пацаны», и разумеется, Дженсон сразу же принял его предложение. Данная новость сопроводилась эффектом разрывавшейся бомбы, и об этом заговорили все. Более того, актер в одиночку создал небывалый хайп вокруг сериала «Пацаны», благодаря чему активная и преданная фан-база «Сверхов» принялась знакомиться с новым проектом любимого актера. В третьем сезоне «Пацанов» Экклз исполнит роль солдатика. Это первый супергерой данной вселенной, участник Второй мировой войны. В общем, местный Капитан Америка для простоты восприятия. Кстати, Дженсона рассматривали на роль Капитана Америки в киновселенную Марвел, но по понятным сверхъестественным причинам, примерить звездно-полосатые треков в тот раз ему не получилось. Эрик Крипке заранее дал понять, что солдатик в исполнении Экклза будет далеко не славным малым, и он вполне в состоянии дать прикурить самому Хомлендеру. Также Крипке добавил, что Дженсон привнесет в эту роль максимально много юмора, пафоса и опасности. На самом деле, на плечах актера лежит огромная ответственность. Просто вдумайтесь, он играл одного персонажа целых 15 лет, и большую часть этого времени вообще не снимался нигде, кроме сверхов. На данный момент массовый зритель чисто физически не в состоянии воспринимать актера как не Дина Винчестера. Актеру всего лишь 43 года, и если он действительно хочет и дальше сниматься в кино и сериалах, ему придется изрядно попотеть в пацанах, чтобы показать свою разноплановость и, конечно же, хоть немного отмыться от роли старшего Винчестера. К слову, как минимум на данный момент причин для беспокойства нет. Дженсон серьезно взялся за роль солдатика. Для роли ему пришлось отрастить невообразимых масштабов бороду и отпустить волосы на голове. Согласитесь, что как минимум визуально в этом заросшем бродяге сложно разглядеть Винчестера. К тому же и без того крепко сложенный Дженсон Экклс упорно наращивает мускулатуру, что демонстрирует в своем инстаграме. Ко всему прочему, он уже приступил к съемкам. И каст актеров-пацанов очень положительно отзывается как о личности Дженсона в целом, так и о его актерском таланте. Лично я верю в старину и не сомневаюсь, что он еще всем покажет. Но на этом карьера Дженсона не останавливается. Думаю, каждый фанат сверхов хорошо помнит эту легендарную фразу. Я Бэтмен. Знаете, у актера какая-то невероятная сверхспособность воплощать все сказанные слова в реальность. Так и да, теперь он действительно Бэтмен. В 2010 году он озвучил Джейсона Тодда в полнометражном мультфильме «Бэтмен под красным колпаком». А в 2021-м Дженсон озвучил уже самого Бэтмена. Мультфильм называется «Долгий Хэллоуин» и разделен на две части, первая из которых увидит свет уже этим летом. Но и это еще не все. Думаю, многие в курсе, что Экклс ко всему прочему умеет потрясающе петь. Вместе со своим хорошим другом Стивом Карлсоном они сколотили музыкальную группу под названием «Радио Компани». В конце 2019 года они выпустили свой первый альбом с крутейшими композициями. К слову, один из треков вы могли услышать в четвертой серии 15 сезона «Сверхов». А с 7 мая 2021 года Дженсон и Стив порадовали нас вторым дебютным альбомом, который получился таким же прекрасным, как и первый. Настоятельно рекомендую прослушать. Также не стоит забывать о том, что Экклс периодически выступал в качестве режиссера некоторых эпизодов «Сверхъестественного». Нельзя отрицать возможности того, что когда-нибудь мы вновь увидим Дженсона в качестве режиссера какой-нибудь ленты. Как видите, актер успешно перезапустил свою карьеру. При этом он пробует себя во многих отраслях, что вызывает лишь уважение к его начинаниям. А мы плавно переходим к Джарду Подалеки, актеру, который исполнил роль сама Винчестера. Персонажа, вокруг которого, собственно, и начала строиться увлекательная вселенная «Сверхов». Сомневаться в таланте Джареда не приходилось. Еще до съемок в сериале за свои 22 года, актер снялся в достаточном количестве знаковых для поп-культуры фильмов и сериалов. С наступлением эры «Сверхов» Подалеки с успехом умудрялся заскакивать и в другие проекты. Однако, конвейерные съемки сериала в какой-то момент все-таки перестали давать возможность появляться на экранах где-то помимо «Сверхов». В самом же сериале Джаред частенько показывал свою разноплановость, играя совершенно разные версии самого себя. Казалось бы, Джаред действительно горит актерским ремеслом, но еще за несколько лет до финала сериала он заявлял, что после «Сверхов» планирует взять долгий перерыв, полностью отдаться семье и практически не появляться на экранах. Многие полагали, что так и будет, но в конце 2020 года телеканал CW анонсировал выход ремейка сериала «Крутой Уокер», и главную роль в ребуте исполнит никто иной, как Джаред Подалеки. Данная новость наделала кучу шума, а фанаты актера с нетерпением ждали его дебюта в другом амплуа. В январе 2021 года вышел первый эпизод «Уокера». Благодаря хорошей рекламной кампании и мордашке Джареда Подалеки, пилотная серия побила рекорд по просмотрам на телеканале, и спустя некоторое время Седа продлил сериал сразу на второй сезон. Но самый важный вопрос это, справился ли Джаред Подалеки с ролью, и удалось ли ему хоть немного отмыться от роли Сэма. И да, и нет. Порой Подалеки действительно приятно удивляет, показывая крутейшую актерскую игру. В плане характера Кордл Уокер и Сэм Винчестер совершенно разные персонажи. Однако ввиду того, что это первый дебют Джареда после «Сверхов», невооруженным взглядом видно, как ему сложно адаптироваться к своему новому амплуа, в результате чего мы можем наблюдать некоторые ужимки Сэма Винчестера, из-за чего встретить ту легендарную роль из памяти просто-напросто не получается. И здесь скорее дело не в актере, а в сюжете и конечно же фансервисе. Создатели Уокера прекрасно понимали, на какую именно аудиторию им нужно работать. Они знали, что Джаред Подалеки в главной роли моментально привлечет активную фан-базу «Сверхов». Но лишь на одном актере шоураннеры не остановились. В сериале снимается Женевьев Подалеки в образе жены главного героя, а также актер, исполнивший роль деда Сэма и Дина в образе отца главного героя. Ко всему прочему, буквально в каждом эпизоде нас ждет куча отсылок к сверхъестественному. Упоминания бога, демонов, призраков, а также громких имен вроде Руби. Да, частично сериал про техасского рейнджера представляет собой фансервис для аудитории «Сверхов», в результате чего Джареду с переменным успехом удалось перевоплощение в другого персонажа. Ждать появления Подалеки в других проектах ближайшие несколько лет явно не стоит. Впереди как минимум еще один сезон Уокера, и кто знает, возможно он также и не будет последним. Периодически Джаред мелькает в различных интервью и трансляциях вместе с Дженсоном Экклзом. В одном из последних на данный момент интервью, актер признался, что с удовольствием вернулся бы в потенциально продолжение сверхъестественного. Само собой оно состоится, это лишь вопрос времени. А мы едем дальше. Миша Коллинз. Невероятно добродушный человек и талантливый актер впервые появился в сериале в четвертом сезоне, воплотив на экране Ангела Касса. Его персонажи должны были слить еще в конце четвертого сезона. Однако Миша покорил всех фанатов сериала, в результате чего он задержался в сверхах до его закрытия в качестве одного из трех главных героев. Еще до появления в сверхах Миша снялся в огромном количестве проектов, и еще тогда всем показал свой талант. Казалось бы, с таким талантом и послужным списком актер без новых проектов долго не засидится, однако это не совсем так. На данный момент Миша не задействован в каких-либо фильмах и сериалах. Сейчас он находится вместе со своей семьей, участвует в благотворительных акциях, очень активен в соцсетях. Миша очень любит общаться с фанатами, ностальгировать по старине Кассу и сериалу в целом, а также делиться своими планами на будущее. По словам актера, совсем скоро он опубликует свою книгу стихов, а также у Миши есть два кинопроекта, которые он старается продвинуть. В одном из проектов он не будет выступать в качестве актера и скорее всего даже в качестве режиссера. А во втором же Миша заинтересован в режиссерском кресле, а также участие в качестве актера. К сожалению, даже сам Миша не знает, сколько времени на реализацию это все займет. В любом случае, хотелось бы верить, что перерыв актера не затянется на долгие годы. И он еще всем покажет в крутейших проектах. А на сегодня это все новости касательно жизни главной троицы актеров сверхов. Возможно, я упустил некоторые важные моменты, поэтому обязательно пишите в комментариях, о каких планах актеров я не упомянул. Будет очень интересно почитать. Также я очень надеюсь на ваш лайк и подписку на канал, если вы здесь впервые. Дела на канале сейчас не самые радужные, поэтому любая поддержка от вас максимально поможет это преодолеть. Также вступайте в мою группу ВКонтакте с новостями ваших любимых сериалов. Ссылка будет в описании. Всем счастливо и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok